коллеги доброе утро всех приветствую на нашем вебинаре вебинаре компания агробиотехнология начнем традиционно с проверки звука пожалуйста напишите из какого вы города если меня слышно напишите в чате откуда вы я вижу что меня слышно ростов-на-дону челны киров у нас очень широкой сегодня география очень приятно видеть людей из разных городов нашей страны здорово коллеги сегодня мы поговорим о том как получить хороший урожай овощных культур в открытом грунте мы обсудим вопросы защиты растений мы поговорим о биологизированной защите интегрированной защите специалисты компании райцван еврохим расскажет об особенностях технологии выращивания рассады белокочанной капусты поговорим почему кальциевая селитра так необходимо при выращивании рассады капусты и обязательно в конце вебинара ответим на вопросы до того как я передам слово нашего нашему первому спикеру буквально парочку технических деталей я вижу что все уже освоили чат это замечательно я предлагаю вам в нем общаться делиться впечатлениями если у вас есть вопросы к спикерам пожалуйста пишите их в отдельной вкладке наверху вы видите значок вопрос если навести мышку на этот значок появится надпись вопросы вопросы лучше писать туда для того чтобы они в чате не потерялись но даже если напишите в чате постараемся не потерять и ответить на все ваши вопросы на вопросы будем отвечать после завершения презентации если вы хотите сказать что-то хорошее спикеру показать что вы с ним внизу есть значок реакция аудитории пожалуйста нажимайте значок огонь для того чтобы показать что вы слышите здесь может быть вам что-то особенно понравится пожалуй это все из технических деталей я запускаю презентацию нашего первого спикера и передаю слово елене динякиной это агроном консультант компании агробиотехнология хорошие урожай на ваще культуру в открытом грунте елена вам слово здравствуйте уважаемые коллеги я надеюсь меня слышно всем привет приветствуем вас из нашего офиса из нашей студии по вебинарам елена динякина агроном консультант и компания агробиотехнология спасибо вам что вы уделили время мы сегодня со своими коллегами расскажем вам об основных моментах и о том как получить хороший урожай спасибо огромная компания райтсван спасибо еврохим за то что присоединились ну а я расскажу пару слов о компании агробиотехнология прежде всего агробиотехнология является производителем и имеет свое производство биологических препаратов причем это сложное биотехнологическое производство и мы являемся действительно самой первой отправной точкой в плане того что вы покупая наши препараты или применяя покупаете их от производителя компания обладает своей лабораторией в которой производятся микробиологические анализы и в том числе с методом pcr также есть возможность проведения и агрохимических анализ агробиотехнология имеет свой собственный полевой стационар в белгородской области на стационаре мы можем в реальных полевых условиях проверить не только наши пестициды биологические но также и отработать технологию чтобы вам в дальнейшем дать хорошие рекомендации по применению именно для ваших культур для ваших условий ежегодно на базе стационара проводятся и поле мы вас всех приглашаем не менее трех четырех мероприятий это семинары дня поля и будем рада вас видеть ну сообщим вам как будут у нас эти мероприятия в этом году какие препараты предлагаем прежде всего для открытого грунта это у нас тернифак на основе триходермы нас трихоцин также на основе трихоцин и бацилус субтилист два препарата битаплан и аллерин б в жидкой форме препаративная форма для открытого грунта это смачивающийся порошок и жидкая форма какие преимущества и вообще почему нужно применять биологические средства защиты растений по удобности применения биологические средства защиты растений уже наши догнали химические эффективность высокая 70 100 процентов очень удобный срок хранения смачивающихся порошков от двух до трех лет и работают в широком диапазоне температуры от 8 до 35 градусов также препараты имеют высокий титр то есть количество жизнеспособных клеток и вы приобретаете высококачественный продукт все препараты имеют государственную регистрацию но я хочу сказать что биологические средства защиты в отличие от химическим обладают пролонгированным действием накопительным эффектом и не создает резистентности очень важно это в современных условиях когда мы наблюдаем очень большую резистентность инсектициды к инсектицидным препаратам и уже к бактерицидным конечно природа сопротивляется человеку но бацилы субтилис и триходерма харзианум которые являются основой наших биологических средств защиты растений это биологические объекты и они не создают резистентности то есть они работают исключительно и как говорится выполняют свою функцию каким же образом бацилы субтилис и триходерма харзианум выполняют свою защитную роль но прежде всего остановимся на бацилы субтилис мы видим чашечки петри это для наглядности так показаны посевы где склеротинию вытесняет бацилы субтилис то есть основная роль это вытеснение заполнение экологической ниши и у склеротини уже не остается нет пространством для развития и в принципе получается угнетение биоцинозе также представлена чашечка петри с фузариума выйдем тоже наступление бацилы субтилис и дальнейшем фузариум не развивается в этом и проявляется фунгицидная роль бацилы субтилис и триходерма харзианум также представлены чашечки петри на основе фузариум аксиспору видны картинки как постепенно триходерма вытесняет фузариум и не дает возможности развиться также трихоцин очень агрессивен и против альтернарии против склеротинии против секториоза что показано вот визуально на в посевах на чашечках петри компания агробиотехнология предлагает комплексное решение соответственно в течение вегетации нужно проводить ряд обработок советуем и рекомендуем настоятельно проводить все обработки это как говорится полная схема полная система биологической защиты которая себя оправдала и показывает хороший результат ну на примере капусты сразу скажу что нужно проводить обработки начиная с рассадного периода прежде всего даже с обработки субстрата чаще всего используют торфяной субстрат но тем не менее пусть это даже и торфу все равно он содержит патогены и в этом смысле обязательно пролив препаратом трихоцин возможно и трихоцин светопланом двумя препаратами для усиления но этим самым мы снимаем всю инфекцию не даем развитию такого заболевания как черная ножка и хотя она может проявиться и ну и при не исполнении технологии но тем не менее уже будет защита и заболевание себя покажет в меньшей степени рекомендуем обработку трихоцином в качестве полива уже гороссады и две обработки метапланом по методам опрыскивания уже по листьям перед высадкой капусты в поле настоятельно и обязательно рекомендуем внести стернифак стернифак это для обеззараживания почвы поскольку с прошлых сезонов остается очень много растительных остатков и стернифак как раз и играет роль такого разрушителя с растительных остатков с прошлого года не остается никакой пищи не остается никаких растительных остатков значит не будет инфекции ну как правило инфекция накапливается и при применении стернифага если растительных остатков у нас нет и все разложились то для патогенов не остается поля деятельности то есть у нас значительно снижается их численность рекомендуем обработки витапланом по вегетации и в дальнейшем это у нас получается по вегетации три обработки есть еще рекомендация обрабатывать тиризопланом планризм ну это в том случае если часто встречаются бактериозы и в принципе витаплан он справляется с бактериозами сам очень хорошо но для усиления для того чтобы получить лучший результат и можно применить еще и планризм вся система это легко вписывается в любые химические обработки я не специально не привела фирмы химические с их схемами потому что у каждой химической фирмы своя схема и в любую схему вписываются наши препараты единственная препараты которые у нас на основе бактерий не применяются с бактериальными химическими средствами защиты но понятно потому что бактерия и бактерицит химические может убить следующий слайд посвящен уже эффективности и у нас был опыт заложен в двадцать втором году в зао куликово на капусте схема опыта представлена она в принципе соответствует нашей схеме трихоцин две обработки витапланом и витаплан по вегетации была добавлена одна вот калилином жидким потому что были проблемы и для того чтобы решить проблемы бактериозов проблемы альтернариоза проведен был фитосанитарный мониторинг где на опыте развития болезни показала себя меньше распространенность болезни тоже была на более низком уровне был проведен учет выпадов и также на опыте результаты были гораздо лучше была изберена бункерная урожайность что подтвердило ну вот прибавку на моркови на моркови рекомендуется также обработкам если есть такая возможность протравить семена для этого у нас есть витаплан и трихоцин до посева рекомендуется провести обеззараживание стернифагом это мы рекомендуем практически для всех культур для снятия инфекции вот с пожневных остатков прошлого года и провести три обработки методом опрыскивания по вегетации препараты витаплан также рекомендуем и жидкую форму аллерин б но форма особенно летом имеет такую особенность что ее нужно хранить в холодных условиях поэтому летом бывает проблематично довести до клиентов которые далеко расходятся и там же в куликово был проведен опыт на моркови который показал прибавку урожая и также показал фитосанитарный марин туринг уменьшение развития болезней и распространенности заболеванием альтернариозом по картофелю ну картофель как говорится картофель и овощи но относим его тоже в эту презентацию поскольку многие кто занимается овощами выращивают и картофель прежде всего предпосевная обработка картофеля битапланом она может проводиться ну прямо при посеве стернифак опять же вносится для обеззараживания почвы и дальнейшем обработки по вегетации битапланом и аллерином жидким значит есть обработка трихоцином совместно с некорневой обработкой это фунгицидный препарат и если имеет большое распространение такие заболевания как фитофтора ну вот очень актуально это обработка трихоцином где-то фазов цветения эффективность также была проверена в двадцать втором году на базе зао куликова и показала значительное снижение развития болезни хотя общий фон был достаточно большой и показала значительную прибавку в урожайности биологическая защита свеклы столовой практически от основных болезней это циркоспороз корниет мучнистая роса серая гниль и все эти болезни часто встречаются свекли что рекомендуем обработку до посева протравливания если такое возможно и семена не протравлены это битаплан и трихоцин обработка стернифагом для обеззараживания почвы и три-четыре обработки по вегетации которые включают себя аллерин и битаплан можно чередовать но лучше чередовать потому что в принципе удобно но для тех областей которые расположены дальше и аллерин проблематично привести потому что температурные условия то можно применить битаплан показаны результаты 22 года по куликова у нас была серия опытов куликова и вы видите развитие болезни гораздо меньше распространенность болезни ниже и получена прибавка урожая фитосанитарный мониторинг проводился против ну под циркоспорозу подсчитывались растения биологическая защита огурцов огурцы открытого грунта опыт был проведен в белгороде белгородской области и была применена схема перед посевом обработка трихоцином субстрата и в дальнейшем при высадке рассады грунт и проводились уже методом опрыскивания обработки по вегетации перинаспороз мучнистая роса аскохитос показали себя в меньшей степени на биологической защите и одновременно проводился опыт с химической защиты по биологической эффективности биология здесь победила да так а также был произведен расчет средств которые были затраты на химические средства защиты растений и по стоимость биологическая защита где-то раза в три в четыре получилось дешевле 6 468 химическая 24 тысячи четыреста восемьдесят рублей на гектар ну вот биология себя очень оправдывает особенно но тут что еще очень важно тут не просто экономика или там эффективность применения очень важно особенно для огурцов и овощной продукции которые выращивают не иметь остаточных действий пестицидов они всегда остаются подока на них существуют а если подока существует значит они в продукции остается и попадают наш организм поэтому кто выращивает продукцию для детского питания или для экологического земледелия биология должна занять важную роль по зеленым культурам в частности салат листовой сейчас я смотрю зарегистрировались компании которые выращивают салат на салате практически очень скудный список разрешенных химических средств защиты растений вот и поэтому очень хорошо рекомендует себя и мы предлагаем биологическую защиту салата это имеется ввиду и айсберг и все вообще другие виды салата но прежде всего обработка в теплице в теплице обрабатываем трихоцином внесением в субстрат и опрыскиванием опрыскивание может быть с рамповой помпы чаще всего и или ручное но если есть механизированные конечно это лучше обязательное внесение стернифага если на других культурах мы рекомендуем то здесь просто настаиваем внесение стернифага поскольку салат культура нежная и очень быстро поражается болезнями рекомендуем три обработки по вегетации биопрепаратами также схему предлагаем по луку поскольку есть зарегистрированный на наш вебинар с южных регионов которые выращивают лук особенно астрахани краснодар вот и лук культура которая требует тщательного к себе внимания поэтому чтобы получить качественный урожай и не просто его в поле собрать а чтобы лук хорошо хранился чтобы не имел свои внутренние инфекции предлагается следующая схема до осева внесения стернифага обязательное и три обработки витапланом по вегетации витаплан свою очередь не даст распространению то есть вытеснит всю патогенную микрофлору и у вас будет возможность получить качественный урожай без инфекции в белгородской области показан тоже опыт который был проведен и вы видите что на эталоне и уже ближе к сбору урожая ближе к уборке произошло уже практически полное отмирание зеленой массы на обработке светопланом зеленая масса сохранялась уже аж до уборки это говорит о том что все ассимилианты шли в налив луковицы луковица хорошо наливалась и уже в конце сезона достаточно здоровая и ботва так необходимо снесение стернифага возникает еще такой вопрос в принципе спрашивали меня о том что вот выращиваем то есть у нас есть севооборот и мы выращиваем зерновые культуры или другие там подсолнечник ноги выращивают потом овощи у нас до севооборот это хорошо и хороший севооборот еще лучше но тем не менее на растительных остатках все равно остается комплекс патогены грибов и очень много разной заразы поэтому даже после даже при соблюдении севооборота обязательно внесение стернифага как вносить стернифаг стернифаг вносится методом опрыскивания на поверхность почвы и в дальнейшем заделывается дискованием или пружинными боронами главное заделать стернифаг на глубину почвы 10-15 сантиметров где лучше в себе лучше всего себе чувствует гребница и лучше всего работает показана эффективность применения стернифага чаще всего для разложения стерни используют аммиачную селитру в дозе 100 килограмм на гектар и это по экономике 22 года 2400 рублей на гектар составляла применение стернифага подразумевает 80 грамм препарата и всего лишь 5 килограмм аммиачной селитры при этом процесс разложения идет не хуже а иногда даже лучше так как все-таки стернифаг выполняет свою роль я благодарю вас всех за внимание мои координаты представлены на слайде телефон электронная почта хочу поблагодарить вас что вы выслушали выступление буду рада вашим вопросом елен большое спасибо очень интересная презентация и я уверена что она полезная вопрос пока у нас один от владимира смирнова сколько стоит весь пакет препаратов по вашей рекомендуемой схеме для защиты капусты от а защита капусты белокочанной значит смотрите нужно посмотреть что мы будем применять у вас аллерин или витаплан где вы расположены сколько делать обработок ну а мы рекомендуем 3-4 обработки и смотреть еще будете ли вы применять стернифага есть применять стернифаг что конечно очень желательно сколько раз обрабатывается и каким образом у вас рассада капусты в теплице потому что в теплице идет расход немножко другой там идет расход на количество воды поэтому вы запишите мой телефон электронный адрес мы с вами обговорим технологию и дадим полную схему именно под ваши условия просчитаем елена спасибо еще один вопрос скорее ко мне будет ли возможность получить презентации леонид мы проводим запись этого вебинара то есть презентации отдельно высылать не планируем а запись можно будет посмотреть на нашем youtube канале ссылку на запись обязательно отправим елена еще один вопрос как совместить препараты на основе грибов с фунгицидами препараты на основе грибов с фунгицидами не совмещаются они эти обработки производятся отдельно поскольку фунгицид убивает гриб а препараты на основе гриба будут убиты поэтому применяя наши биологические фунгициды вы можете снизить дозу химических сэкономив очень значительную сумму и получил более экологичную продукцию вообще все вопросы которые касаются совмещения тут действительно главное условие чтобы фунгициды химические не совмещались с нашими биологическими препаратами на основе гриба все остальные все рекомендации то есть нет можно совмещать из не корневыми обработками можно совмещаться со стимуляторами с инсектицидами с гербицидными обработками вопросов нет не должно возникнуть вообще не возникает хорошо спасибо я вижу что пока вопросов нет поэтому елена я пока вас отпускаю в конце если будут вопросы то обязательно подключайтесь не уходите до того как я передам слово нашему следующему спикеру у меня просьба к нашему чату к нашим участников участникам я вижу что нас уже достаточно много более 50 человек и среди них есть среди вас есть специалисты из хозяйств возможно частные лица было бы очень интересно прочитать какие культуры есть ваших хозяйствах если вы представитель хозяйств буду благодарна если напишите в чате а я пока перехожу к нашему следующему спикеру я приглашаю в эфир григория киселева специалиста по салату в открытом грунте компании рекс ванрусь григорий пожалуйста подключайтесь коллеги добрый день спасибо большое за представленное слово рад принять участие в этом вебинаре спасибо компании агробиотехнологии за предоставленное слово надеюсь моя презентация будет полезно производителям садоводам любителям вот но тем презентации особенности выращивания рассады капусты вот но можно найти огромное количество справочной информации в интернете да там в учебниках какой-то литературе но я бы хотел не только поделиться информации который в принципе многие знают но и уделить внимание на ошибки с которыми многие производители сталкиваются в период выращивания рассады потому что львиная доля проблем в поле возникают к сожалению из-за ошибок которые мы допускаем в рассадном отделении это ряд ошибок может быть как ну там технологических ошибки человеческий фактор или же очень большие там колебания темир от температур то есть связано с резким сменной температуры климата в регионе и по выращиванию рассады у нас есть два типа выращивания два способа выращивания это использование рассадников выращивания семян и будущих растений на грядке в почве и кассетной технологии вот и у каждого способа есть ряд нюансов и соответственно плюсов и минусов вот что касается выращивания рассады холодных рассадниках то здесь вы можете увидеть на представленном слайде фотографию которую к сожалению встречаю в многих хозяйствах которые не уходят от этого способа выращивания основная причина проблем в поле как раз это из-за того что наши растения получается слабые а слабые какой причине не развитая корневая система корневая система с повреждениями повреждениями как скелетных корней так и корневых волосков если посмотреть на фотографию вы четко видите что здесь норма посева не соблюдается местами загущенной есть семена рядом друг другом расположены и на фотографии также можно увидеть крупные растения с большими листьями и маленькие мелкие которые отстают в развитии это уже дает стимул для неравномерного развития всей капусты для нашего поля соответственно более крупные здоровые растения будут затенять и угнетать более мелкие вот и уже неравномерные посевы будут в поле развивать разные кочаны когда придем на уборку то часть кочанов будут допустим там от товарного размера там по два килограмма три а какие-то кочаны будут больше еще больше какие-то мелкие и нам нужно будет убирать срезать капусту в несколько этапов или же в дальнейшем сортировать уже при реализации и как правило когда начинаем сеять семена в этих грядки у нас температура не регулируется и мы не можем не имеем возможности подогреть грядку и почву ну сейчас слава богу многие фермеры уходят от этой технологии переходит на рассадный тип но до сих пор есть еще некоторые которые от этого способа вращения рассады не отказались для выращивания рассады есть на рынке огромное количество автоматических линий посева вот на представленном слайде вы видите полный комплекс для посева кассет здесь есть и миксер с бункером для приема грунта и смешивания его далее идет сама посевная система бункер для посыпки вермикулитом и полива эта система да она не дешевая она стоит приличную сумму денег вот но уверяю для крупных хозяйств это незаменимая машина вот и она стоит того на следующем слайде вы видите что сейчас для небольших хозяйств хозяйств есть механические машинки посевные вот как на этом слайде машинка для кассет сразу же на кассету надевается можно подобрать эти высевающие аппараты для 144 кассет для сотых кассет и под различный калибр семенного материала машинка недорогая простая каждый может себе ее позволить по основным этапам выращивания рассады ну во первых мы должны для себя четко понимать каким ассортиментом работать то есть это будет ранний ассортимент капуст средний или же позднее на хранение отсюда мы уже выбираем с какими кассетами работать под эти виды капуст и после этого мы должны понимать если у нас хозяйстве камеры проращены или нет как мы будем получать проростки уже непосредственно в теплице должны уделить особое внимание температурным условиям в рассадном отделении вы понятное дело полив подкормка вентиляция вот самый главный начальный этап это подготовка теплицы мы должны накрыть теплицу укрытым материалом пленкой и прогреть ее протопить чтобы у нас почва под кассетами была прогрета и не отдавала холод для корневой системы здесь вы видите что уже почва выровнена расставили стеллажи и особое внимание должны уделить тому как эти стеллажи расставлены кассеты не должны прогибаться должны быть расположены ровно относительно друг друга вот и связано это с тем чтобы каждое растение равномерно равномерно освещалась и не мешало не затеняла друг другу и при поливе если есть где-то какие-то кассеты находятся выше какие-то ниже у нас уже будет не равномерное распределение влаги при поливе на растения и на кассеты вот поэтому четко выровненная выровненный пол поверхность на котором будут расставлены стеллажи и наши кассеты правильный выбор кассет как я и говорил говорил ранее по кассетам под ранее ассортимент капуст мы выбираем с большими с большим размером ячеек это 64 сотая кассета для того чтобы у нас была мощная корневая система и чем больше корневая масса тем быстрее растение приживается трогается в рост и не затягивается в своем развитии соответственно под летние осенние гибриды мы можем позволить себе кассеты с более мелкой ячейкой 144 и двухсотые вот есть некоторые кассеты которые более толстого грубого материала чтобы они не прогибались не меняли свою форму и не продавливались в период выращивания рассады также на слайде представлен рыжего цвета кассета между ячейками есть отверстия дырки для того чтобы проходила циркуляция воздуха и была возможность проветривания листьев и грунта и на этом слайде также вы можете видеть капусту которой корневая система очень маленькая ну размером с кулачок связано с рядом проблем при выращивании и неправильно подобранной ячейки кассет следующий этап это набивка кассет мы должны плотно набить каждую ячейку кассеты чтобы равномерная плотность была по всей поверхности наших кассет и ячеек для того чтобы была одинаковая глубина посева семян чтобы растения развивались в одинаковых условиях и все семена могли проклюнуться и дать ростки сходы одновременно если у нас кассеты будут набиты не плотно рыхло то при поливе часть торфа может всплыть часть семян из ячеек может при плохом контакте с грунтом вообще вы уплыть поверх подняться на поверхность и уплыть из ячейки в соседнюю ячейку или за пределы кассет здесь уже можно получить опять же повторюсь неравномерное развитие для набивки кассеты используют разные колотушки вот ну-ка проводить самодельные и особое внимание уделяем торфу чтобы он был просеян и торфяной массе не было больших кусков органики палок древесины это нужно будет просеивать торф и убирать крупные элементы чтобы они не забивали ячейки кассет и не мешали нашему поселу лункообразование здесь вы видите самодельный лункообразователь они бывают разного вида и форм вы подбираете под свои кассеты с которыми работаете и здесь видите лункообразователи пальчикового типа есть еще лункообразователи пирамидной формы пирамидной формы даже несколько лучше по той причине что когда сделали лунку здесь углубление идет внутрь кассеты с углами жесткими углами и семечко четко помещается на дне этой лунки и она не двигается по поверхности ячейки кассеты соответственно каждый семечко располагается на одинаковом расстоянии от соседней друг от друга вот вы видите сам посев кассеты на этом слайде показан пневматической самодельная посевная машинка вот использует и их у нас будет видео я в конце свое повествование покажу как некоторые ну весь процесс посева как эти машинки действует после посева обязательно нужно выделить несколько работников для осмотра и инспекции уже посеянных кассет для того чтобы исключить войного посе двойного посева то есть чтобы в одной ячейке не было двух трех семечек или если где-то не просеялась семечко досеять не пустые непросеянные ячейки кассеты так и присыпка вермикулитом для чего это делается ну вы знаете что вермикулит это хороший сорбент который впитывает влагу держит ее и при колебании температур не дает резко смениться температурам не дает скачков температуры не дает резко высохнуть кассете и делает резерв для резерв влаги для наших семян светлый светлый цвет как раз кассет не дает резко перегреться нашим семенам если вдруг у нас резко идет повышение температуры то повторюсь светлая присыпка светлого цвета и макулита устраняет эту проблему есть также для наших производителей другой материал помимо вермикулита перлит перлит он несколько легче чем вермикулит и есть некоторая сложность его внесение то что когда мы сверху присыпали кассеты он может пылить и расплываться по поверхности наших кассет и многие производители вермикулит не только перлит не только засыпает сверху кассета но и замешивает их в торф чтобы увеличить так сказать влагоемкость непосредственно ячейки с нашей корневой системой и когда у нас поливается кассета то как губка и торф и перлит в этом кубике впитывает эту влагу удерживает ее и делает так сказать для нас и резерв влаги чтобы избежать резких перепадов влажности вдруг у нас какие-то проблемы с орошением с поливом вот чтобы постоянно у корней у корневой массы был доступ к влаге после посева набивки кассет присыпки макулитом мы расставляем наши кассеты в камере проращивания камера проращивания вот как на представленном слайде это фактически отдельно стоящее здание да или же она останавливается внутри теплицы утепленные стены для того чтобы мы могли протопить это помещение и с постоянной влажностью влажность должна быть воздух очень высокая близка к 100 процентов в этом помещении в камере проращивания устанавливается увлажнитель воздуха чтобы семена были влажные чтобы они проклюнулись как можно быстрее температура придерживается порядка там 25-28 градусов и достаточно продержать в камере семена при такой температуре в районе суток-два как только семечки проклюнулись начинаются появляться корешки мы должны вынести кассеты в рассадное отделение и расположить их уже в наши растильни вот на этом слайде камеры прорастания вы видите что кассеты расположены несколько под углом относительно друг друга чтобы не продавливать нижние ряды и не травмировать семечки как я и говорил условия для камеры проращивания 24-28 градусов влажность близких 100 сутки по двое держим по времени как только проклюнуть семена выносим их в нашу теплицу после того как кассеты вынесли в нашу теплицу мы должны будем укрыть укрытым материалом кассеты для того чтобы не было резких резкого снижения температуры вот вы видите расстановка и пролив кассет кассеты располагается ровно вы видите также что у нас есть некоторое пространство расстояние от кассет до края теплицы это делается для того чтобы рабочие могли и пройти как технологический проход до и делать инспекцию там полив еще какие-то работы и чтобы не было повреждения холодом так как это самая холодная часть теплиц у стенки и растения развивались в одинаковых условиях увидишь здесь что кассеты все просыпаны вермикулитом вот на этом слайде как должны быть выглядеть сходы не знаю видно вам или нет каждая ячейка должна быть семечкой и должны быть видны семидоли так ну по уходу за рассадой дневные температуры 18 20 градусов ночная в районе 15 градусов у нас в теплице должны быть расставлены термометры как и на поверхности кассет так и несколько выше под коньком теплице чтобы мы могли отслеживать температуру и ее регулировать проливаем наши кассеты поддержим их постоянно во влажном состоянии избегая их излишнего перевлажнения и соответственно жаркие дни поливаем дробно для того чтобы не было ну чтобы была возможность лишней влаги испариться вот и температура поливной воды должна быть такой же как и температура воздуха в теплице для того чтобы не было стресса у растения как у корневой массы да как его вегетативный если холодная вода попадает на листья то это способствует температуру как температурному шоку и развитию различных патогенов на наших растениях так на этом слайде вы видите неравномерное развитие рассады по ряду причин но в первую очередь это конечно же связано с температурой то есть если кассеты растения которые расположены близко к нагревательному элементу они быстрее вытягиваются быстрее растут те которые страдают от холода соответственно задерживаются в своем развитии и мы должны стараться поддерживать одинаковую температуру на всей площади теплицы для этого в теплице мы устанавливаем вентиляторы чтобы прогонять воздух и смешивать его как нижний воздух под кассетами до с верхним слоем почв который ближе к коньку нашей теплице но вы видите на этом слайде результат не правильно неправильной так сказать технологии выращивания рассады растений равномерные и нам при высадке рассады приходится делать дополнительные мероприятия это сортировку кассет сортировку самих растений по кассетам и высаживать каждое растение ну в отдельности формировать партии кассет однородные по размеру видите какие-то растения переросшие как какие-то не дороже не дороже циркуляция воздуха в теплице как я и говорил ранее что циркуляция необходимо для одинаковых для одинакового температурного режима развития и для удаления излишков излишнего влажности чтобы не заставилась влага на поверхности листовой и уходила испарялась из торфяного кубика на этом слайде увидеть что в конце теплицы есть форточка которая открывается и продает возможность проветривать помещение ну или же ставим вентилятор для принудительной циркуляции принудительной циркуляции воздуха по кассетам кассеты желательно располагать на некотором расстоянии от почвы от поверхности земли чтобы если земля не прогрета холодная не тормозило развитие нашей корневой системы и была возможность проходить воздуху под нашими кассетами на этом слайде видите полив к сожалению многие еще не отказались от ручного полива здесь рабочий шлангом проливает кассеты и человеческий фактор в том что какие-то кассеты рука задержалась больше провела каких-то меньше а если мы подкармливаем наше растение и даем кормление через полив то соответственно и поступление элементов питания в каждой кассеты будет разный где-то больше где-то меньше и мы уже получаем стимул для развития неравномерной рассады неравномерных растений и чтобы от этого уйти вот вы видите да на этом слайде как растения развиваются примеры регулируем неравномерном поливе какие-то растения какие-то кассеты больше пролиты больше влаги и корневая система задыхается какие-то недолиты сухие как правило это или края кассет или же наворот в центре они могут уже изначально отставать в развитии из-за недополучения влаги и элементов питания с поливом вот сейчас многие ставят поливные рампы под потолок вы видите на этом слайде это самодельная поливная установка то есть установлены форсунки на равном расстоянии и пролив кассет как раз проводится вручную зависит он от скорости движения рабочего который толкает эту рампу до противоположного конца теплицы это такой полив получается более равномерный если есть механический привод то можно задать скорость полива ну необходимую для пролива кассет на следующем слайде в виде также автоматическая система полива да но я не хотел конечно этот слайд сюда включать чтобы не обращая внимание на сорняки растения которые здесь растут но это неприемлемо моя задача это показать поливную рампу так и рассада вот рассада готовая к высадке в поле вы видите что корневая система полностью оплела кубик видите листья 3-4 листа готовых вегетировать и данные растения будем считать как эталон для высадки в поле вот видите полный массив наши рассады видишь что она развита равномерно и наши фермеры производители должны стремиться к такому результату у многих я видел многие научились работать с отработали свою технологию вот ну к сожалению не у всех это получается не всегда по ряду причин и наша задача как раз но и моя моих коллег по делиться технологическими аспектами если как раз у кого-то какие-то возникают вопросы проблемы с технологии ну рад подсказать помочь вот в принципе ну я все что хотел сказать рассказал вот если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста задавайте вот но перед тем как закончить хотел уделить время для наш наше видео зарисовки сейчас выведу на экран так просмотрите здесь прописана вся технология технологическая цепочка выращивания капусты и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коллеги, вы видите весь процесс, технологический аспект выращивания капусты. У нас по ряду регионов есть специалисты, представители компаний РайтсВан, которые могут вам помочь подсказать по различным аспектам технологии. Также среди участников данного вебинара есть и Владимир Смирнов, наш кросс-специалист по капусте. Контакты я могу дать. Если есть вопросы, мы можем озвучить их ему или мне, я передам ему. Мы поддерживаем наших клиентов по технологии, стараемся помогать, делиться информацией. Так, ну, в принципе, у меня все. Если есть вопросы, то я готов ответить или в чате, или же в конце нашего вебинара. Григорий, большое спасибо за интересную презентацию. Столько тонкостей выращивания капусты, кто бы мог подумать. Я предполагаю, что про капусту вы знаете все, про салат и про салат. Спасибо. Здорово. Спасибо. Один вопрос в чате. А, уже два. Так, просеивать ли торф? Сейчас торф продажи с заданными параметрами по фракции. Да, есть возможность покупки готового торфа, который уже и просеян, и заправлен элементами питания, минеральными удобрениями. Но некоторые производители покупают торф, который несколько дешевле, и он не полностью готов для использования. его нужно будет дополнительно очищать, просеивать до нужной нам фракции, удалять какие-то палки, комки, камни. К сожалению, это есть в нашей практике. Ну и если мы купили дешевый торф, мы вынуждены его как-то доработать, сами добавлять как и удобрения, так и какой-то наполнительный субстрат, песок, перлит, вермикулит. И еще один вопрос. Как боретесь с трипсами? Так, ну, в рассадном отделении я, слава богу, в своих регионах трипсов пока не встречал. С трипсами мы уже сталкиваемся на поле. Дело в том, что теплица – это, как правило, закрытая система. Мы в теплице проводим ряд мероприятий обеззараживания теплицы и после выращивания капусты, там, рассады других культур в теплице не раскрываем ее, а выращиваем пленочные культуры, как огурец, томат или же там салаты. И, соответственно, не допускаем просто заноса трипса в теплицу. Григорий, уточнение от автора вопроса. Как боретесь с трипсами на кочанах при созревании? По трипсам есть препараты, которые допущены к использованию. Но я бы остерегался пока давать какие-то рекомендации. Это лучше обратиться к химическим компаниям, средств защитных растений в регионе, которые представлены, в вашем регионе, которые представлены и получать информацию от них по нормам внесения, срокам внесения, для того, чтобы я, ну, мало ли, что-то неправильно подсказал, ну, и не обидеть некоторых своих партнеров, чтобы не делать рекламы, так сказать. Если есть проблемы с трипсом, дайте мне свои контакты. Я сведу вас с представителями химических компаний, которые помогут вам, ну, с рецептурой. Хорошо, да, если автор вопрос захочет, он может оставить свои контакты. Так, вопросов больше не вижу, пока нет. Григорий, спасибо большое. Вы, пожалуйста, не отключайтесь до конца. Если вопросы будут, мы вас попросим вернуться. У нас остался еще один доклад. Пока спасибо. И я передаю слово нашему следующему спикеру. Максим Максимов, агроном по защищенному грунту компании Еврохим. Максим, я сейчас запущу вашу презентацию, и вы, пожалуйста, подключайтесь. Так. Так, она... Передаю вам слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Максимов Максим. Я агроном по защищенному грунту компании Еврохим. Работал в теплицах свыше пяти лет на практике. То есть знаю, как выращиваются цветы, овощи, плоды. Ну, конкретно, правда, выращиванием, прям конкретно выращиванием рассады капусты не занимался. Тем не менее, у нас в теплицах, в Новосибирске в частности, выращивалась рассада, в том числе на продажу овощей. Поэтому расскажу вам такие сейчас моменты с точки зрения питания рассады и вообще капусты, ее вегетации, с точки зрения практики, так скажем. И немного теории будет в начале. Итак. О чем же поговорим? Почему кальций так важен для капусты? У нас даже в заголовке сказано о том, что кальциевая селитра необходима для рассады капусты. Немного теории будет в начале. Затем будет, ну, вы можете посмотреть на слайде, о чем поговорим, собственно, о том, что кальциевая селитра – это крепкая рассада капусты. Где-то 10-15 минут, собственно, у нас это займет с вами и, возможно, будут вопросы. Для начала требуется сказать, что роль кальция в растении огромна. Ну, то есть я не хочу тут даже перечислять все, что кальций за что отвечает в растении. И образование в росте хлоропластов, формирование структуры клеточных стенок, способствует росту корневой системы. Вообще, проще говоря, так сказать, без кальция, как и без любого другого элемента, ничего не вырастет. Вообще, о кальции стоит, почему сейчас сказать? Потому что мы все с вами знаем, ну, я не думаю, что многие, кто выращивает капусту, учились там долго агрономии, там, химию мы все учили, но успешно забыли, как нас учили. Он говорит, обычно говорится, когда выращивание любых растений, это МПК, вот это даже есть фраза, азот, фосфор, кальций. А кальций незаслуженно забывают, на самом деле с кальцией, собственно, все и начинается. Кальций – это основа клеток, основа клеток с точки зрения вот этих вот всей формирования структуры клеточных стенок обеспечивает. И сейчас вот посмотрим подробнее, что же делает кальций в растении. В растении он выполняет основная его структура, вот там перечислено 10 функций, но вот основа его – это он локализован преимущественно в стенках клеток. То есть в середине ламеллы, ламеллы – это, грубо говоря, то, что серединная пластинка, клетки между собой, все состоит из клеток, коллеги, все живые организмы, и клетки между собой как-то скрепляются. Вот если вот то, за счет чего они скрепляются, грубо говоря, такой клей, если простым языком говорить, а густота этого клея и его прочность, за это отвечает как раз кальций. Если его будет недостаточно, если его не будет совсем, то, соответственно, клетки между собой будут плохо скрепляться, будут разъезжаться, грубо говоря, очень простым языком. И в клетку будут попадать активно патогены, фунгицидные, различные грибы, споры грибов будут прорастать очень легко, бактерии, бактериозы, фузариозы будут у вашей капусты, у вашего растения появляться активно. То есть кальций во многом как раз тоже косвенно так влияет на то, какая качественная у вас рассада будет или не будет, соответственно. То есть поражаемость грибковыми заболеваниями и бактериальными зависит от обеспеченности кальция. То есть к чему я говорю вот эту вот теорию, какую функцию выполняет кальций? К тому, что, собственно, крепкость клеток растения будет влиять. Кальциевые удобрения бывают разные, но основой является кальциевая селитра. Кальциевая селитра, это, собственно, если она применяется, то у вас будет крепкая рассада капусты. В чем преимущество кальциевые селитры? Она легко применяется, засоление не вызывает, невысокая потребность на ранних этапах. Ну, то есть концентрации обычно применяются там 0,2-0,3 процента, здесь я прописал. Ну, здесь может быть проще, так скажем, полграмма, один грамм достаточно кальциевые селитры на один литр для того, чтобы, собственно, поливать растения. Ну, вот кубометр поливного раствора вы готовите, например, вам потребуется на него полкилограмма, один килограмм кальциевые селитры. И в чем ее преимущество? Это удобрение легко доступно, общедоступно практически, я не знаю, в каждом магазине вы можете купить, если даже как кто-то рассаду выращивает чуть ли не у себя дома, кальциевые селитры практически сейчас везде можно купить. Не говоря уже о фермерах. Во всех магазинах, дистрибьюторских центрах кальциевая селитра есть разных производителей. Есть кальциевая селитра аммонизированная, есть нитрат кальция концентрированная, есть четырехводный нитрат кальция, есть еще разные марки. Ну, основа вот кальциевая селитра. Ну, вот это я поподробнее расписал. Подходит для любого вида внесения, улучшает легкость, повышает длительность сохранения и так далее. Фотосинтез на все на свете влияет. Опять же говорю, еще раз отдельно скажем, обеспечивают условия для развития мощности корневой системы. Вообще, если про открытый грунт мы говорим часто, про зерновые, там люди говорят, надо начинать с фосфора. При выращивании овощей, вообще любых овощей, основа это кальциевая селитра, кальций. Если он вносится, начинаем с него. Вот НПК можно добавить и лучше бы добавить, конечно. Но отстройка всех систем питания при выращивании овощей, при выращивании капусты, соответственно, это кальций. С кальциевой селитры все начинается, с нитрата кальция, с кальциевой селитры, то есть это два названия основных. По поводу рассады, я, собственно, практически все, что хотел сказать, сказал. То есть, кальциевый селит, ну, то есть, понятно, что кто-то может выращивать пока еще, не применяя кальциевый селит, ну, там, сказать, что у нас мы сажаем, все растет, ну, но при этом половину рассады выкинули, заболело все. Кальций часто есть и в воде немного, но вода в воде рознь, поэтому применяйте кальциевую селитру обязательно. Какая у вас вода, это еще неизвестно. В той, того кальция, который в воде содержится, как правило, недостаточно, там, даже если в нем, в воде есть кальций, где-то это от 30 до 50 процентов от общей обеспеченности кальцием, там, может быть, то есть, не полностью обеспечиваются потребности растения. Поэтому, я думаю, тут легко запомнить, кальциевая селитра обязательно. Мало того, что при выращивании рассада вам она потребуется, нитрат кальция, кальциевая селитра, при выращивании капусты в дальнейшем это удобрение вам потребуется. Я не думаю, что у нас сейчас активно это все применяется, но применяется все активно. Посмотрим, что такое капуста, собственно, биология. Капуста белокочанная – это листья. Почему я об этом говорю? Потому что есть такая вещь, не будем сейчас внедряться, уходить сильно в теорию, но вот поверьте пока на слово, коллеги, что листья потребляют много кальция. Вот есть плоды с точки зрения там, плоды, корнеплоды, там больше калий, накалийная нагрузка. А вот листья, если мы посмотрим по тем катионам, по тем элементам питания, которые потребляют, там будет в основе кальций. Как раз именно потому, что ему очень… листья прочные у нас, листья прочные, им нужен кальций, чтобы крепко клетки растений, чтобы они не рассыпались, грубо говоря. Ну, очень упрощенно. Поэтому капуста очень особенно требовательна к обеспеченности кальций. Кальций у нас, конечно, есть в почве, но этот кальций часто труднодоступен. Нам нужен кальций, легко доступный из нитрата кальций. Там еще есть такие моменты, нюансы, как PH, PH почвы, но мы сейчас не будем на этом отдельно останавливаться. Почему капуста требует много кальция? Она высокоурожайна. Вот вы видели, в опытах было у коллег показано 70 тонн. Есть 70 тонн с гектара дают. Есть случаи, когда она и 80 тонн с гектара дает, и 120 тонн. Тут все зависит, понятно, от сорт, от гибрида, от условий. Поэтому, соответственно, большой урожай, большой вынос кальция. Ну, тут фото здесь просто для иллюстрации максимально показано. Понятно, что капуста выращивается определенного, так скажем, калибра для рынка, более пригодного. Там полтора килограмма, полтора килограмма, три килограмма, ну, просто для иллюстрации. Высокий вынос кальция, высокая потребность во внесении кальция. То есть иногда надо даже внести кальция больше, чем она выносит. Особенно в определенные периоды, когда качан растет. Вы можете посмотреть на схему, то есть хотел бы проиллюстрировать это все, вот сколько нитрата кальция требуется. Если вы его внесете, например, вообще в почву заранее, будет еще лучше. Существуют, опять же, специальные даже марки, которые вносятся в почву, для внесения в почву. Есть которые в полив, а есть которые в почву вносятся. Там антислеживатели специальные, есть ненакапливающие воду. Я не буду уже на конкретно марках останавливаться, можете сами поискать это, посмотреть. Я думаю, эта информация общедоступна. То есть 400-600 килограмм в почву внести нитрата кальция совершенно спокойно можно. Так, сейчас попробую даже вот показать. Стрелочкой тут есть такая функция. Вот нитрат кальция, 400-600 килограмм. Вы если посмотрите на слайд, можете увидеть. И в дальнейшем при выращивании 20-50 килограмм, 50-100. Это как пример показано, можно и больше, и лучше больше. Вообще, например, в Италии я был, когда смотрел, капусту выращиваю, там 2 тонны удобрений где-то водорастворимых вносят за сезон на капусту. Из них 1 тонна это нитрат кальция. То есть тут просто как один из примеров внесения вот такого. Чем больше, тем лучше. Передозировки кальция или азота на капусте не произойдет при этом. То есть какого бы то ни было жирования, вот чего многие боятся. Вот календарь внесения удобрений по виду, вы можете посмотреть. Это все как пример, коллеги. Не обязательно прямо говорить, что это какая-то единственная верная схема. Одни из схем, которые у нас применяются на опытах, на наших днях поля, которые мы... То есть это все реально, вот мы то, что сами показываем, то мы, собственно, на полях, на своих днях поля Еврахима и применяли. Вот здесь сульфат калия. Ну, не на нем сейчас останавливаемся. Так, я вот не знаю, как тут микрофон отключен. Ну, в общем, здесь нитрат кальций тоже. Он больше дается, когда рост кочана идет. Вначале мы прям заправку такую обеспечиваем кальцием и азотом. И потом даем во время выращивания. То есть нитрат кальций, он дает не только кальций, но и азот. Азот нужен листьям. Азот нужен и на поздних фазах. Часто это говорится, что азот все не нужен, там жирование пойдет. На самом деле азот потребляется до конца продукции. Что еще хотелось бы показать? Да, вот это вы видите. Одна из схем вот этих, например, две тонны удобрений. Из них там водорастворимых 130 килограмм. НПК с микроэлементами нашего производства Аквалис. Монопродуктов 500 килограмм. Не вижу слайд. И много удобрений, внесенных в почву. Ну просто такие удобрения подешевле. Можно такой вариант делать. Можно вариант с большим количеством водорастворимых. Это уже не суть. Но дело в том, что нитрат кальция занимает большую долю в этом. 650 килограмм из этих двух тонн. То есть одна треть. Чуть меньше одной трети. Одна из схем, опять же, наших. Тут вообще, по-моему, 3 тонны внесено удобрений. В Волгоградской области, в Астраханской, в Волгоградской. Много капусты, опять же, выращивается. Вот такие нормы были применены. В ДВ это в пересчете на азот 385 килограмм. 210 П2У5. Калий 525. Это просто для сокращенности П написано и К. ДВ, П2У5. Это, понятное дело, не ДВ. Это массовая доля. Так просто принято пересчитывать. Ну вот, то есть, и азот, и фосфор калий нужны в больших количествах. Но вот здесь у нас было, опять же, использовано сколько кальция, нитрата кальция. Вы можете посмотреть. Я вот не вижу. 600, по-моему, килограмм. Так капуста выглядит. Вот это вот. Актубинский район, Генатаевка, дымоучастки наши. На капельном орошении. На капельном орошении, по-моему. Да, там было на капельном орошении. Подписывайтесь. Хотел бы, да, еще, пользуясь случаем, сказать, у нас есть канал свой тоже. В Ютьюбе вещаем. Вебинары регулярно проходят. Вот будем говорить, в частности, ну, правда, про ягоды, пока не про капусту. Но подписывайтесь на канал. Если что, вот рад буду ответить на вопросы. В общем, коллеги, запомните такую тему. Нитрат кальция необходим с самого начала выращивания. Его надо немного. Полграмма, один грамм на один литр. И при выращивании капусты в дальнейшем вам потребуется много нитрата кальция. Это обеспечит, если вы хотите, опять же, получить хорошие, качественные, лёжкие, товарные кочаны, капусты. Спасибо. Максим, большое спасибо. Интересная презентация, сложная тема, доступным языком. Спасибо огромное. Было приятно слушать. Коллеги, мы пока в эфире. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Пока нет вопросов по презентации Максима. Тогда мы вернемся к вопросу, который был задан ранее. Елена, подключайтесь, пожалуйста. Я думаю, что это к вам. Вопрос. Как будут работать разные штаммы триходермы, если их чередовать? Отвечаю на вопрос по разным штаммам триходермы. Действительно, вопрос, наверное, родился из того, что есть предложения каких-то других поставщиков. Но, тем не менее, я хочу сказать про наш штамм. Наш штамм триходермы, он специально выведен, обладает очень большой активностью. И не требует его чередования, как говорится, с другими штаммами, других производителей. То есть он срабатывает на 100%. И в этом плане, что значит чередовать? Тут имеется в виду, чередовать можно трихоцин с трихоцином. То есть выполнять, например, вторую обработку. Если это у нас рассада, у нас там идет однократная обработка. Если у нас капельный парив, то через 3-4 недели можно вносить трихоцин для оздоровления почвенного циноза. Чередование различных производителей ни к чему хорошему не приведет. Потому что нужно определяться. Мы предлагаем качественные препараты компании Агробиотехнологии более 20 лет, уже даже 25 лет на рынке. И работаем совместно с Визером. Имеем свои собственные проверенные, зарекоменовавшие, имеющие научную основу, научные под собой разработки штаммы триходермы. И второе, стернифак, тоже триходерма. Она тоже триходерма Харзианом, но она уже нацелена на другой объект. Она расцелена на растительные остатки, на деструкцию. Поэтому она тоже не требует чередования, вносится однократно. И смотрите внимательно еще не только на штаммы, но и на титр. На титр же неспособных клеток. Поэтому могу сказать, что наш трихоцин ни с чем чередовать не нужно. А в капельном поливе чередовать с трихоцином. Вот такой ответ. Спасибо. И Елена, еще один вопрос. Вопрос по Витаплану. Какой спектр температуры и влажности применения этого препарата? Значит, препарат хранится в широком диапазоне температур от минус 30 до плюс 30 градусов. По влажности. Влажность, как правило, у нас на складах умеренная и в помещениях умеренная. Проблем нет. Естественно, если хранить его совсем уж в влажных помещениях, даже бытовые помещения не обладают, будем говорить, такой влажностью. Это должна быть какая-то теплица. Елена, уточнение. Вот автор вопроса. У нас в Астраханской области температура доходит до 60 градусов, свыше 60. Смотрите, 60 градусов – это на солнце. И в этом случае, естественно, порог уже более 30 градусов. Для Астраханской области, почему я говорю, обязательно существуют общие рекомендации. Они общие, как общая температура по больнице. Они общие рекомендации. Но каждым регион нуждается в своих. Значит, Витаплан прекрасно в условиях Астраханской области может вноситься через капельный полив. И температура в капельном поливе в корнеобитаемой зоне не 60 градусов. Там он прекрасно работает. Имеется в виду, для некорневых обработок 60 градусов. Я думаю, это жаркое лето, это жара прямо в солнцепёк. В такое время не проводятся вообще некорневые обработки. Для Астраханской области внесение в полив, а если проведение некорневой обработки, то это в условиях, конечно, не 60 градусов до 30. Это вечер, это лучше вечер, конечно, вечернее время, чтобы в ночь. Хочу сказать, что препарат Витаплан вообще Баслосубтилис отличается тем, что клетки не просто находятся на поверхности растения, они врастают в растение, они прорастают и находятся в нём. Единственное, что патогены, они разрушают растения, а положительные, то есть как бы Баслосубтилис из Витаплана, он помогает растению противостоять. То есть в любом случае у вас клетки Баслосубтилиса окажутся в тканях растений. Температура там, ну, 60 точно не бывает. Такое применение по температурам. Елена, спасибо. Вопросов больше не вижу. Коллеги, спасибо большое. Так, есть вопрос. Как долго бактерии Витаплана сохраняются в почве в открытом грунте? Как продлить их жизнедеятельность? В открытом грунте сохраняется не менее 4 недель и более, поэтому рекомендуем несколько обработок за сезон, 2, 3, 4 обработки в зависимости от того, какие культуры выращивают, в зависимости от технологии и в зависимости от вашей технологической карты, где прописаны, может быть, там подкормки микроэлементами. Чем продлить его действия? Соответственно, мы не можем влиять на природу в открытом грунте и диктовать их свои условия. Поэтому такой вот диапазон он есть. Ну, естественно, как мы уже обсуждали, есть и жаркие условия. Вот в условиях, например, как был вопрос Астраханской области, естественно, там нужно проводить обработки чаще. Вот, но культура требует того, чтобы через не менее чем 4 недели проводить очередную обработку. Получается вот так, в открытом грунте, с непредсказуемыми условиями. Хорошо, спасибо. Так, еще по поводу, наверное, вопрос будет, витаплан применения в открытом грунте. Все в основном применяют с химическими средствами защиты и растения или с некорневыми подкормками. Хочу обратить ваше внимание, что при применении с некорневыми подкормками, особенно с водорастворимыми, как имели его удобрениями, НПК сыпучими, в них не внесен прилипатель. И бывают для некорневых подкормок и жидкие формы, где нет прилипателя. Как правило, большая часть удобрения, а это средний и дешевый сегмент, идут без прилипателей и без каких-либо адъювантов. В этом случае при применении наших препаратов, ну даже с микроэлементами или с подкормками, обязательно применение прилипателя. Рекомендуем Биолипастим, как проверенный продукт. Ну, в принципе, подойдет любой. Есть удобрения, которые содержат, но, как правило, это нужно смотреть в описании и смотреть, какие добавлены адъюванты. Хорошо, Елена, спасибо. Будем заканчивать. Я благодарю наших спикеров, Елену, Григорию, Максиму. Спасибо большое за великолепные презентации, за массу полезной информации. Участники вебинара, большое спасибо, что нашли время присоединиться к нашему мероприятию. Надеюсь, это не в последний раз, и мы еще будем встречаться много раз и в течение сезона. Контакты спикеров я обязательно отправлю отдельным письмом. Видео вебинара будет выложено на наш YouTube-канал, на YouTube-канал Агробиотехнологии. Также пришлю вам отдельную ссылку. Пожалуй, у меня все. Григорий, у вас есть что добавить? Я хотел поблагодарить, выразить признательность. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить, за слово, за поддержку. Ну и рад буду увидеть вас в будущем на полях, на наших семинарах, на совместных выступлениях. Замечательно. Спасибо большое всем отличных урожаев. Хорошего дня. Спасибо большое всем, кто был на вебинаре. Очень надеюсь и чувствую, что было полезно. Вам огромное спасибо. До встречи. Контакты наши есть. Хороших урожаев. До свидания. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры.